Добрый вечер, добро пожаловать на шоу Такера Карлсона. Надеюсь, вы хорошо провели День Благодарения. День без СМИ и политики с людьми, которых вы любите и которые любят вас. Это и правда как спад для души, в том и суть. Мы должны делать это чаще пары раз в год. Но мы вернулись и видим очевидное. Все благосостояние нашей страны полностью зависимо от энергии. Наша экономика потребления работает на ней, энергия нужна, чтобы что-либо производить и доставлять к вам домой. Наша цифровая экономика также требует энергии, и немало. А на чем, вы думаете, работают сервера? Энергия, по сути, важна для всего, чем живут американцы. Она важна для медицины, сельского хозяйства, даже СМИ, поездок, строительства, развлечений. Даже финансы, находящиеся в симбиозе с реальной экономикой, в итоге зависят от энергии. Так как ты не можешь финансировать бизнес, если его больше нет, а если цены на энергию вырастут еще, то так и будет. И зная, насколько энергия нужна, очевидно, нужна для всего важного в Америке, трудно поверить, что администрация Байдена будет намерена делать энергию все более дорогой. Ибо мы точно знаем, мы это видели уже не раз, что высокие цены на энергию сокрушат нашу экономику еще быстрее, чем... Люди станут нищими, а кое-кто и умрет. Это не догадка, будет именно так. И зная все это, трудно представить, что кто-нибудь, кроме наших врагов, захочет повысить цены до уровня, когда экономика уже не выдержит. И все же именно это и решила сделать администрация Байдена. И чтобы это сделать, они используют два инструмента, климатическая политика и война с Россией. Итог. В стране с наибольшей возможностью добычи нефти в мире, многие американцы больше не могут себе позволить ископаемое топливо. И еще раз, это не случайно. Дело не в каких-то природных причинах. Политики и принимающие решения делают это с нами специально. Теперь, когда прошли промежуточные СМИ, наконец смогут говорить о неизбежных результатах этих решений. Например, CNN опубликовала статью об американцах, боящихся, что этой зимой они замерзнут насмерть в Америке. Одна 63-летняя женщина из Филадельфии по имени Шармейн Джонсон говорит, что ей приходится либо отапливать дом, либо покупать еду, и, конечно же, она выбирает еду, а как иначе? Это ужасно, говорит она, это как жить в чуме. Другой мужчина, 67 лет, по имени Сэм Вайзли, говорит, что включает отопление только когда зубы начинают стучать. «Вы не можете покупать еду и топливо, либо то, либо другое», говорит он, «это жуткое состояние, я бы никому его не пожелал испытать». И это состояние американцы не испытывали уже очень давно. Это американские граждане, живущие в больших американских городах, которые считались первым миром, и они не могут позволить себе согреться. И такое происходит не только в Филадельфии, это повсюду. Средняя цена на отопление выросла на 17% в прошлом году, еще на 18% в этом, еще раз, это не само собой. Это результат политики, администрации Байдена и приближенных к ней. И не только в Конгрессе, но и по всему Вашингтону, и американских СМИ. Это все не случайно. И как сообщает Фокс Бизнес, зимой все станет еще хуже. Мы ездим с компанией «Дешевая нефть», и они говорят, что их покупатели с трудом тянут такие цены. По всей границе ожидается повышение цен за отопление. В частности, нефть для этого выросла на 68% год к году. Сегодня они заправились нефтью для отопления на 950 долларов. Год назад такое же количество нефти обошлось бы им в 600 долларов. И поэтому, говорит компания, некоторые покупатели уже не покупают. Люди живут без горячей воды и отопления уже неделю, из-за того, что у них нет денег, чтобы позвонить мне и сказать «Эй, приезжай». У них нет денег на горячую воду и отопление? Что это за страна такая? Любая страна без горячей воды и отопления зимой вряд ли считается страной. И еще раз, так не должно быть, так как у нас самая большая возможность добычи нефти на планете. Что произойдет, когда цена на энергию продолжит рост, но у людей кончатся деньги, это случится быстро. Согласно данным из Бюро экономического анализа, домохозяйства тратят запасы денег гораздо быстрее, чем все эти экономисты предсказывали, учитывая, что долг по кредиткам на историческом максимуме. Если вы уже занимаете деньги на ЖКХ по кредитке с непомерными процентами, то вам конец. Как сообщает бизнес-инсайдер, цитата «Американцы уже сожгли треть своих сбережений». Это почти в три раза больше, чем прогнозировалось, и означает, что уровень трат скоро снизится. Именно. Это и происходит, когда кончаются деньги. Они перестают их тратить, так как их нет, и тогда потребительская экономика замедляется. Итак, когда растет цена на энергию, еще раз, для ясности, так как это не высшая экономика, когда цена на энергию растет, то растут цены на все. И первое, что дорожает, это то, без чего никак. И это еда. Смотрите. В меню Дня Благодарения этого года высокие цены. Общий рост составил 7,7% с прошлого года, а товары для дома выросли более чем на 12% с того года. Вот так выглядят для семейного бюджета закупки перед праздником. Сначала индейка. Цена за фунт индейки год-году выросла на 17%. В среднем мороженая индейка стоит 2,38 доллара за фунт, а была 1,74 доллара. И вы можете винить вспышки птичьего гриппа и рост стоимости топлива, еды и работы, так как инфляция около 40-летних максимумов. Что насчет яиц? Яйца выросли на 43% с прошлого года. Масло и маргарин на 34%. Мука выросла на 25%. Стало дороже испечь пирог. Такие цены могут и изменить планы на праздник. Итак, почему это происходит? Ну, вы слышали, как репортер это сказал, но не особо объяснил. А факторов, конечно же, много. Но есть два главных фактора, которые разгоняют инфляцию и повышают цены на все вокруг вас. И они в порядке влияния — это политика глобального потепления и конфликт на Украине. И как всегда бывает, левые используют лучшее побуждение людей, сочувствие и заботу о планете, чтобы извратить их для поддержки этой безумной политики. Если заботишься о людях, поддерживаешь конфликт на Украине. Если заботишься о планете, то поддерживаешь политику глобального потепления. Но, естественно, ни одно из них не про то, что в них заявляется. Обе они направлены на повышение стоимости энергии, чтобы дать еще власти тем, кто уже у власти, и обогатить их спонсоров. Так что, если вы хотите это исправить, то первое, что вы сделаете, чтобы помочь американскому среднему классу, это заставить прекратить огонь на Украине. Это на пользу и миру, и нашему среднему классу. Потом вы подстегнете добычу энергоресурсов внутри страны, так как у нас их полно. А потом вы посмотрите на триллионы, потраченные на возобновляемую энергию. Солнечные панели, электрокары, энергия ветра. Это сделало кучку людей невероятно богатыми, но это поставило энергосистему на грань и сделало цену на энергию недоступной для американского среднего класса. Но администрация Байдена не ищет решений. Напротив, они ищут способы выжать еще пару долларов, изнищающего американского среднего класса. Согласно Блумбергу на этой неделе, и мы цитируем, АРС говорит, что больше аудиторов и продвинутые технологии помогут собрать еще около триллиона долларов. Ооо. То есть денег у вас меньше, а они хотят забрать больше. Если это не поведение врага, то что это? Так ведет себя враг. Они не любят вас и не скрывают этого. И картина в целом. Каждая крупная американская компания увольняет людей. Но у АРС, благодаря Джо Мэнчину, центристу из Западной Вирджинии, у АРС есть средства нанять еще 87 тысяч новых сотрудников. И они идут за вами. Они их наняли не просто так, а для того, чтобы забрать больше ваших денег. Итак, бизнесам для выживания нужно планировать. Так что они готовятся к увольнениям в преддверии грядущего. И если посмотреть со стороны, это похоже на экономическую воронку смерти. Перед сезоном рождественских покупок, когда Амазон обычно нанимает работников, Амазон теперь увольняет их. 10 тысяч людей уволены из Амазона. И основатель Амазона, Джефф Безос, вообще-то говорит людям, своим клиентам, не покупать его товары. Посмотрите. Экономика сейчас не очень. Все затормаживается, и вы видите увольнение во множестве секторов экономики. Люди затормаживаются. И, вероятно, хоть мы пока и не в рецессии, то скоро в ней будем. Если вы частное лицо и думаете приобрести большой телевизор, то лучше притормозить, сохранить наличку, посмотреть, что будет. То же самое с холодильником, новой машиной и так далее. Это понизит ваши риски. Если вы малый бизнес, то, может, отложите капитальные вложения? Нужно ли вам это новое оборудование? Может, это может подождать? Пусть деньги побудут у вас на руках. Так, даже небольшое снижение риска может иметь значение для этого малого бизнеса. Если и правда экономика будет ухудшаться, вам нужно поработать с вероятностями. Постойте-ка, то есть парень, продающий широкоэкранные телевизоры в интернете, говорит своим клиентам источнику своего благосостояния не покупать телевизоры в интернете, правда? Вот насколько он обеспокоен. Кстати, он, вероятно, впервые беспокоится о вас. Что удивительно. И Безос не единственный, кто боится, что случится что-то плохое с нашей экономикой, с мировой экономикой. В октябре МВФ предупредил, что в 2023 рецессия будет по всему миру. В том же месяце глава крупнейшего банка в стране Джей Пи Морган, Джейми Даймон, сказал, что рецессия почти неизбежна в ближайшие месяцы. И что сделать, чтобы предотвратить катастрофу? Но вы, возможно, не сможете ее остановить. Но вам нужно знать, чего она коснется. Посмотрите на рынок недвижимости, например. Продажи домов на минимуме за десятилетия. ФРС начал повышать ставку, борясь с инфляцией, и ипотека стала слишком дорогой. Но если ФРС снизит ставку, то цены на дома вырастут вместе с инфляцией. Видите проблему? Мы достигли предела возможности монетарной политики управлять экономикой. Итак, столкнувшись со всем этим, единственное, на что вы надеетесь, это что ваша администрация понимает, в чем именно проблема. Она хотя бы будет заинтересована в ее решении. И она позаботится о среднем классе, у которого нет сбережений. Вот люди на дне всегда объект нашего внимания. Что же мы будем делать с бездомными? А что вы будете делать с людьми, зарабатывающими 80 тысяч в пригородах Нью-Йорка? На них всем наплевать. Вот Джо Байден уверенно объясняет, что все хорошо, его экономический план работает. Народ, мой экономический план дает результаты, и люди начинают это ощущать. Мы успешно снижаем инфляцию без потери рабочих мест. Люди в канун праздника видят такое необходимое снижение инфляции в товарах для дома. Это жалкое зрелище, и все это знают. И единственный плюс администрации Байдена, что это уже даже не вранье, это не работает. А не только что, лучше ожидаемого прошли промежуточные, да, Димпартия, к сожалению. Но впереди другие выборы в 2024, и ни один адекватный человек не хочет, чтобы Джо Байден участвовал, так как уже все поняли, насколько все шатко, даже СМИ это уже поняли. Так что вопрос, кто заменит Джо Байдена, и что он сможет сделать с катастрофой, созданной этой администрацией. Продолжение следует...